Время переупаковать мой комплект оборудования для уличной игры, ну и не только уличной, в нормальный вид. Это тот столик, который я с собой таскаю. Здесь у меня есть локальный эффект, рекордер и микшер. Появился микшер, раньше его не было. Раньше все это дело запитывалось от вот такой вот конструкции. Сюда складывались 8 штук аккумуляторов 18650, но недавно я закупил один большой классный аккумулятор, у которого есть вход зарядки и выход питания. И поэтому собрал еще одну схему подобную по непонятной причине. Через буквально неделю эксплуатации помер вот этот вот ампер-вольтметр. Штука полезная и важная. Теперь это будет выглядеть в передней панели вот так вот. Включается, все светится, чтобы не расходовать заряд батареи. Индикация на вольтметре и амперметре включается только по кнопке. Кнопку нажимаем, смотрим напряжение на аккумуляторе и потребляемый ток всей системы. Сейчас потребляется 40 мА, потому что ничего не включено. Выходы. Значит, четыре выхода USB и один выход 9 вольт. 9 вольтовое питание у вокального эффекта. Все остальное питается 5 вольт. Микшер питается от батареи, тоже выведется отдельно для него питание. Но еще надо поставить выключатель на микшер, потому что возможно в какие-то моменты микшер будет не нужен. Самым большим потребителем энергии является микшер 0,8 ампер, потом вокальный эффект 0,5 и этот, ну не знаю сколько, но это по 5 вольтам, поэтому ваттов меньше, естественно. Так, пока еще не закреплял, только протестировал. Ну, в общем, шума от этих блоков питания нет. Вроде все хорошо вывозит. Я ошибся с мощностью вот этого по 9 вольтам. Он потребляет порядка 100, наверное, 120 миллиампер. Так что без особых сложностей все это тело нормально запитывается. Еще одну кнопку поставил сюда для отключения микшера отдельно. Включается микшер. И в данный момент 1,2 суммарное потребление 0,8 ампер, 0,82. Годится. Для чего нужна такая конфигурация? Потому что в предыдущем варианте я не мог вообще никого подключить дополнительно, то есть мой саксофон, минусовка и все. Тогда сигнал общий брался отсюда и не было никакой возможности нерегулировки тембров, уходящего на колонке звука. Теперь получается следующее. Во-первых, понятно, что на вход вокальному эффекту поступает сигнал от микрофона саксофона. Два XLR выхода левой и правой каналы с эффекта идут на запись. Только на запись. Поэтому шума тут будет минимум. А сюда на колонке звук берется с выхода. Здесь есть еще стерео выход. Большой джек. Переходим на маленький. Отдаем сюда. Здесь есть регулировки тембров. Что важно. Средние, высокие, низкие. И еще можно навалить эффект и от микшера. То есть, вокальный эффект. Если, допустим, мне надо перейти на эту конфигурацию, просто нажимаю байпас. Вокальный эффект ничего не дает. Он пропускает напрямую. И здесь я могу выбрать эффекты из вот этих 99. Причем в необходимом количестве. Баланс тут не нужен. Баланс всегда будет по центру. Потому что у меня стереосигнал. Он идет на два канала. И эти два канала будут уходить на колонки. Это то, что касается саксофона. Сюда будет приходить стереосигнал от пакентрека. Либо это будет телефон, который будет стоять там. Либо от лаптопа. Когда я репетирую дома. Конечно, сюда тоже можно эффект навалить. Но тут совершенно не нужен. Баланс тоже по центру. Регулировки громкости. Удобно. И у меня остаются еще два гостевых входа. Сюда можно подключить как XLR микрофоны с фантомным питанием. Так же и инструменты. Если какой-то человек, допустим, играет на гитаре, он легко попадает в мою систему. Следующим шагом будет такое. Это шести канальный полевой рекордер с высоким качеством. 32 бита пишет с плавающей точкой. Сейчас у меня еще нет вот этого модуля расширителя. Сюда у меня только микрофоны есть. Модуль уже появился в продаже. Его можно докупить. И у меня будет уже шесть входов. На данный момент будет достаточно и четырех входов. Сюда на эти два входа я планирую завести гостевые сигналы, чтобы записывать еще и гости. коллегу музыканта. Для этого используются простые XLR разветвители. Один конец сюда, второй сюда и сюда источник сигнала. Это если у человека XLR. Если у человека просто джек, моно джек, то соответственно необходим будет такой же разветвитель, но для джека. Их нужно будет держать в комплекте. Вот это вот зарядное устройство для этой батареи. Батарею и это зарядное устройство я собираюсь смонтировать снизу стола. С той стороны у меня там при сборке всего комплекта место есть. И здесь на столике еще остается куча места. Сюда можно поставить какие-нибудь педали. Это эквалайзеры. Ничего нужно будет. В общем такая задумка. Пока не креплю. Когда будет понятно полная конфигурация расположения проводов, тогда насверлятся еще отверстия. Как вот эти вот для того, чтобы это все дело прихватить хомутами. Чтобы это все надежно держалось. Ну и после этого надо будет зачистить еще раз сам столик и покрасить его уже окончательно. Такая ситуация.